Мой вам эфиопский привет! Альтернативные зрители первого альтернативного. Вы смотрите большой выпуск A1 News. С вами Юкля. Сегодня я, как всегда, расскажу вам обо всех самых интересных событиях, случившихся за минувшую неделю. За эту неделю произошло вот что. Одной из самых обсуждаемых тем стало извержение вулкана в Исландии. Его последствия отразились и на музыкальной жизни. Многие музыканты отменили свои гастроли. Однако это остановило не всех. Для Металлики и Chemical Brothers природный катаклизм не стал помехой на пути к поклонникам. Пока в Исландии извергался вулкан, в России бушевали не менее горячие страсти. Фанаты Tokyo Hotel продолжают судиться с организаторами концертов и со спорткомплексом Олимпийский. MGMT продемонстрировали особую любовь к русским поклонникам, сделав русскоязычную версию своего сайта. Вывод? Остается теперь ждать их в гости. Courtney Love запретила Роберту Паттисону играть роль Курта Кобейна. Crystal Castles решили выпустить альбом раньше запланированного срока из-за утечки в интернет. Экс-лидер Наива Александр Чача Иванов презентовал свой новый проект «Радио Чача». Юбилей рэпера Басты и презентация его нового альбома прошли при полнейшем аншлаге. Наши корреспонденты отправились в разные места, чтобы рассказать вам о заморском боевом искусстве и игре под названием «Капуэра», а также о новой и актуальной российской анимации. Также в A1 News появилась новая рубрика. Теперь мы будем рассказывать вам обо всех самых интересных событиях, наиболее обсуждаемых в интернете. Темой этой недели будет продолжение злободневной истории о мигалках на автомобилях. Итак, поехали! Внимание, товарищи! Подведены итоги конкурса «Металлолом. Ломонись на металлику». Телеканал A1 благодарит абсолютно всех участников, присылавших свои фотографии и металлические костюмы. Сделать выбор было крайне сложно, так как достойных получить главный приз оказалось очень много. На нашу почту сыпались килограммы металла, ножей, кастрюль, велосипедов и прочего металлолома. Но по общему решению коллектива на мид-энд-грид с группой «Металлика» отправится Елена Морская. Помимо этого, специальными призами, билетами на концерт культовой группы в спорткомплекс «Олимпийский» награждаются Сергей Севаклоков за настоящий сбор металлолома, Екатерина Каиндина за нереальный труд, Аня Тирон за стойкость и выдержку, а также Александр Хальзов за оригинальность и чувство юмора. Также именно Александру было отдано личное предпочтение новостной редакции. Поздравляем победителей! Вулканический пепел не смог остановить участников «Металлики» и «Кемикл Брадерс» на пути к своим поклонникам. Тем временем, пока пассажиры европейских авиалиний каратали время в аэропортах и гостиницах, «Кемикл Брадерс» решили не отменять своих планов из-за исландского вулкана. Проигнорировав запрет на перелеты, музыканты смело отправились в Милан на частном самолете, чтобы выступить перед итальянскими поклонниками. Полет музыкантов по затянутому вулканическому пеплам небу прошел успешно, и сейчас «Кемикл Брадерс» уже вернулись на родину. К другим музыкантам, которых не смогла остановить стихия, относится группа «Металлика». Они мужественно отправились из Осло в Ригу на автобусе, чтобы порадовать своих фанатов выступлением. Автобус с музыкантами «Металлика» и «Фир Фэктори», а также персоналом порядка 50 человек, ехал 24 часа из Норвегии в Ригу. Однако многим артистам все-таки пришлось изменить свой концертный график. Так свои выступления на крупных фестивалях отменили «Кристал Кестелс», «The Creeps», «Дельфи», «Гэри Ньюман» и множество других музыкантов. Пока мы с вами бездельничали, сознательные ребята и девчонки успели овладеть заморским боевым искусством капоэйра. Капоэйра – это бразильское национальное боевое искусство. Оно сочетает в себе элементы акробатики, игры и танца под национальную бразильскую музыку. В Москве состоялся праздник пятилетия самой крупной мировой школы капоэйра «Абада капоэйра». Поздравить российских капоэйристов приехал основатель и президент школы Мэштре Камиза. Это великий человек действительно, помимо того, что он смог организовать такое огромное количество людей, совершенно разных национальностей, с разных стран. Этот человек с огромным сердцем, который когда ведет тренировки, мы были просто потрясены, он объясняет все даже самым начинающим, сам показывает, сам везде ко всем подходит. То есть человек, который уделяет внимание деталям. И это очень важно, потому что когда у тебя такая огромная организация, так много людей занимается, у нас более 70 тысяч людей. Уделять внимание деталям – это просто потрясающе. Сам основатель Мэштр Камиза, кто основал капоэйру еще в 60-х годах, это в России практически первый раз на моей памяти. Я сам, правда, только сегодня получил пояс, его вижу первый раз. Такое пришествие, это было круто. В программу праздника была включена батизада – ежегодная аттестация учеников. Именно на ней ученик и получает пояс. Решение о вручении поясов принимается заранее инструкторам и тем, кто ведет семинар. Если человека вызывают в круг, значит он получит пояс. Таким образом, светлым весенним днем в круг вошли представители 11 российских филиалов Аббада Капоэйра. Сегодня ребята проходили батизаду, это посвящение, это те, кто получали свои первые корды. И трокоджи корды – это когда люди меняют и получают следующую корду. Вот, сегодня у нас будет 4 человека, которые будут получать корду Азу. Это синяя корда. Синяя корда – это уровень градуаду, законченный уровень. Это очень высокий уровень и не так много людей в Европе и во всем мире имеют такие корды. И это очень-очень здорово, что наши российские ребята достигли такого уровня. Уникальный мир Капоэйра отличается позитивной энергетикой и свободой самовыражения. Капоэйристы не сражаются, они играют. Стиль этой игры уникален и неповторим для каждого. И практически каждый может открыть для себя эту уникальную игру. Капоэйра славится тем, что она подходит всем абсолютно людям. Независимо от возраста, от национальности, независимо от пола. И сегодня вы могли видеть совершенно разных людей от трех лет, которые получали поезд, до самому пожилому, на человеку 57 лет. И это потрясающе, действительно. И для всех это праздник прежде всего, потому что в Капоэйре нет такого, что вы выходите и вам думают, давать поезд или не давать. Если вам дают поезд, вам уже его дают. Вы просто получаете удовольствие от самого процесса. Целью обода Капоэйра является распространение культурных человеческих ценностей, основанных на уважении, общении и свободе. Если вам близки эти ценности и просто нравится искусство Капоэйра, вступайте. С уважением, Софа и немного Коля Карасев. A1 News. Со времен сорванных концертов Токио-хотель в Москве и Петербурге прошло уже больше месяца. Однако забыть о несостоявшихся шоу столичным поклонникам немецкой группы до сих пор не получается. По словам фанатов Токио-хотель, деньги за билеты на отмененный концерт им до сих пор не возвращены. Недовольные поклонники уже обратились в общество защиты прав потребителей, которое подтверждает наличие 10 заявлений и собирается в ближайшее время подавать на топ-концерт иск в суд. Не попавшие на концерт также оформили заявление в ОВД Тверского района, требуя завести на организаторов уголовное дело по статье «Мошенничество». Общество защиты прав потребителей через суд потребовало от администрации спорткомплекса «Олимпийский» компенсировать стоимость билетов на несостоявшийся концерт в Москве. В свою очередь администрация «Олимпийского» настаивает на том, что вся ответственность за срыв концерта лежит на компании «Топ-концерт». Представитель компании утверждает, что деньги за билеты не возвращаются на том основании, что выплаченную за концерт сумму не вернул менеджмент артистов. Напомню, что в марте этого года были сорваны два российских концерта «Токио-хотель». Менеджмент коллектива обвинил в срыве промоутерскую компанию, якобы грубо нарушившую условия контракта. Те, в свою очередь, настаивают, что концерты не состоялись по вине менеджмента «Токио-хотель». Стоимость билетов на концерт немецкой эмо-группы составляла от полутора до двадцати двух тысяч рублей за штуку. Точное количество проданных билетов неизвестно. Вася Вакуленко – это человек, к которому на день рождения приходят никто иные, как Бумбокс, Гуф, АК-47 и, наконец, музыканты, потому что зовут его Баста. И в день своего 30-летия он устроил масштабную презентацию своего нового альбома с простым названием «Три», то есть «Третий», без лишних слов. Люблю, верю, помню, там, шел, поднимался, падал и вставал, да, ну, чтобы не париться. Зато не париться, знаешь, зато, знаешь, как собираюсь, давайте соберем творческий коллектив, сядем в редколлегию, будем думать над названием. Поздравить Басту с днем рождения собралась такая толпа, что клуб едва уместил всех желающих. Еще до начала концерта народ сходил с ума и скандировал, а Баста волновался. Боизно, как перед операцией на аппендицит. Я специально не выходил, смотрел, я люблю именно концерт, вы и так… На сцене этим вечером тоже яблоку негде было упасть, потому что почти все песни были сыграны вживую. Мы будем живьем играть, и, естественно, будут песни под минус, которые по-другому не имеют смысла их переигрывать, потому что они потеряют свою определенную харизму. Сегодня будет барабанчик, два гитариста, бас-гитарист, аксофонист, клавишник, диджей, две бэк-вокалистки. Баста 3 – это, как и всегда у Басты, очень личный альбом, но вместе с тем и более серьезный, даже местами суровый. Вдумчивая и душевная работа от улыбчивого и жизнерадостного человека. Ну, я стал старым крючом, как меня замкло, стал старым крючом уже, более циничным. Поэтому люблю свои первые песни о любви, самые банальные, их петь, потому что таким я уже не буду никогда. Люблю их петь, потому что в них моя юность, мое детство. Собравшиеся услышали старые добрые хиты и много треков с новой пластинки, уже ставших популярными. Вместе с Гуфом Баста зачитал трек «Ходим по краю», а с группой «Бумбокс» солнца не видно. Обе песни вошли в новый альбом. У нас был какой-то концерт, и мы приехали на время на студию попробовать. А так напробовали, что за шесть часов аранжировали и записали песню, и осталось только ее мастернуть. Вот, собственно говоря, что и произошло уже без меня. И, соответственно, через месяц, где-то, может, чуть больше, прилетели уже ребята к нам в Киев, и отснялся Вася вместе со мной в клипе «Солнца не видно». Как говорится, все гениальное просто и быстро. Лидер группы «Бумбокс» отзывается о сотрудничестве с Бастой исключительно в положительных тонах. Он действительно интересный поэт, именно поэт. И поэт-песенник с серьезным потенциалом. Дай ему бог здоровья и, как говорят у нас на снаге, да, творчих успехов. А Бастов, в свою очередь, шутит. Да это бабки все, я же говорил уже. Коля Карасев, Сафа, A1 News. MGMT запустили русскоязычную версию своего сайта. Участники дуэта решили порадовать своих российских поклонников. Теперь, заходя на официальный сайт MGMT, вы можете прочитать интересующую вас информацию на русском языке. К их числу относятся новости, анонсы выступлений, доступ к музыке, почтовая рассылка и форум. Более того, желающим лично задать свой вопрос Бену и Эндрю, теперь не придется прибегать к помощи англо-русского словаря. Раз уж MGMT продемонстрировали особую любовь к русским поклонникам, остается теперь только ждать участников психоделического дуэта в гости с концертом. Crystal Castles выпустят альбом раньше запланированного срока из-за утечки в интернет. Первоначально новый альбом Crystal Castles должен был увидеть свет 7 июня. Однако альбом благополучно просочился в интернет, что давно уже никого не удивляет. Эта утечка материала и заставила Crystal Castles ускорить дату релиза. Теперь в цифровом формате альбом станет доступен уже 23 апреля. А с 24 мая он поступит в продажу на физических носителях. На новом альбоме вокал Alice Glass звучит не так часто. Зато в этот раз Crystal Castles удивили нас неожиданным приглашенным артистом в виде фронтмена Сигуррос Йонси. А теперь давайте посмотрим сюжет про мультики. В кинотеатре 35 мм состоялся фестиваль «Наша анимация». Событие это ежегодное и в Москве проходит уже пятый раз. Может показаться, что в отечественном анимационном мире все затухло и добрых фей поглотили трехмерные капиталистические чудовища. Несколько лет назад говорили о подъеме, о том, что мы возвращаемся на те обороты, которые были у «Союзмультфильмов» в 60-е и 70-е. Это такой момент расцвета. И были какие-то успехи. А сейчас опять какой-то момент апатии. Можно сказать, что самыми искушенными ценителями анимации являются жители города Суздаль, так как именно там и проходит главный анимационный смотр страны. Было желание показывать Москве то, что видят профессионалы в Суздале. И так, собственно, появился фестиваль нашей анимации. Ой, Господи! В этом году решено было просвещать по вертикали и по горизонтали. То есть помимо фильмов, созданных за 2009 год, были показаны несколько ретроспектив. В частности, ретроспектива крупного аниматора Анатолия Петрова, известного по циклу «Веселая карусель». Основная наша идея была показать, что мультфильмы – это, конечно, не только такой вот фан, развлечение или там детское сюсю-пусю, что это искусство. Свежие работы российских аниматоров не менее интересны. А многие отмечены наградами Суздальского фестиваля. Например, трогательный фильм «Дина Великовской. Мост» стал лучшим студенческим фильмом в Суздале. Фестиваль лишний раз показал, что анимация остается универсальным искусством, которое интересно и детям, и взрослым. И кроме того, это отличная площадка для экспериментов. Одной из самых обсуждаемых тем недели среди поклонников группы «Нирвана» стал слух о главном претенденте на роль Курта Кобейна в предстоящем фильме о жизни покойного музыканта. Согласно сведениям газеты «The Sun», им был назван кумир подростков Роберт Паттисон, прославившийся благодаря кино-саге о вампирах «Сумерки». Он с детства мечтал стать музыкантом, да и сейчас не расстается с гитарой, поэтому войти в образ Кобейна ему не составит особого труда. Да, удивление у читателей таблоида вызвало то, что сама Кортни Лав, выступающая главным исполнительным продюсером проекта, предложила на роль мужа именно Паттисона. Но, как оказалось, паниковать слишком рано. В своем блоге на твиттере Кортни Лав опровергла распространившиеся слухи, назвав выбор «Звезды Сумерек» на роль ее мужа по меньшей мере глупым. Она написала, «Может, я и разочарую кого-то. Мне самой нравится Роберт Паттисон, но у него нет никакого права играть Курта». По ее словам, эта роль куда больше подходит актеру Джеймсу МакЭвену. В роли же самой себя Кортни хотела бы увидеть Скарлетт Йоханссон. Предварительное название фильма «Тяжелее неба». Сценарий основан на книге Чарльза Кросса «Heavier than Heaven. A biography of Kurt Cobain». Экс-лидер «Наива» Александр Чача Иванов презентовал свой новый проект «Радио Чача». Сегодня мы присутствуем на историческом событии. Впервые при большом скоплении народа на сцену выйдет и сыграет группа «Радио Чача». «Я, честно говоря, волнуюсь. Это новый проект. Как ни странно, несмотря на то, что у меня 20-летний опыт музицирования, все-таки я волнуюсь сегодня. Но надеюсь, что будет весело». «Как все слышно, мы подразумевали звоня, чтобы настроить звук. Вы слышите все, что появилось или нет, или что не слышно?» Напомним, что легендарная группа «Наив», лидером которой и является Чача уже год, находится в бессрочном творческом отпуске. Но из своего личного отпуска Александр вышел несколько месяцев назад. Как результат – совершенно новый проект с абсолютно новой программой. «Поднимать любой проект с ноля, с новым названием, с новыми людьми, с новыми взаимоотношениями, с окружающим миром всегда сложно. И в этом смысле пришлось попариться». И результат того стоит. Во-первых, песни «Влюбленный металлист», плакаты и «Вон из дома» уже успели стать популярными. А во-вторых, по признанию самого Чачи, две хорошие группы лучше, чем одна. «Наив» в последнее время такой сделал крен в сторону классического рока, что в целом неплохо для группы с 20-летней репутацией. Но лично для меня пока, может быть, рановато. И в этом смысле у меня было довольно много идей, которые я хотел воплотить по-другому. И вот, собственно, сегодня я их и воплощаю на сцене «Клуб Точка». В рамках первого публичного выступления группы состоялась презентация дебютной пластинки, название которой раскрывает идею нового материала «Live Slow, Die Old». То есть «Живи медленно, умри старых». Но в концертную программу вошли не только песни из репертуара «Радио Чачи». Мы группа молодая, в этом смысле нам приходится, для того, чтобы сыграть полноценный концерт, обратиться к каким-то каверам. Все они объединены тем, что в свое время так или иначе повлияли на меня, понравились мне. Я их слушал много и неоднократно. И там есть очень известные имена, и не очень. И в этом смысле сегодня все, кто придет на концерт, смогут в моем прочтении услышать мои любимые хиты прошлых лет. Также в этот вечер была раскрыта еще одна интрига. Все собравшиеся увидели, что за музыканты, кроме, разумеется, Чачи Иванова, вошли в состав группы. Это Илья Спирин, гитара, Иван Изотов, бас. Кстати, Иван на данный момент является действующим участником группы «Эпидемия». И ударник Михаил Казадаев из группы «Фантастика». Они довольно хорошо известны в музыкальной среде, в профессиональной. Они давно этим занимаются, любят это дело. И я очень рад нашему сотрудничеству с ними. Оно получается естественное и довольно много взаимопонимания. Если вас взволновала мысль, отличается ли радио Чачи от «Наива» и что это вообще такое, то рекомендуем вам приобрести альбом группы или сходить на концерт. Потому что судить об этом точно не нам и даже не музыкантам. Судить публике. Коля Карасев, Арина Гер, Иван Юс. На минувшей неделе одной из самых обсуждаемых тем в интернете было продолжение истории с синими мигалками чиновников. История началась с трагедии на Ленинском проспекте и треком «Нойзэмси». Водители устроили флешмоб, смысл которого – прикрепить на крышу своей машины скотчем синенькое детское ведерко для песочницы. По размеру оно такое же, как стандартная мигалка. Ни в одном законе не сказано, что синенькие ведерки для песочницы нельзя возить на крышах автомобилей. Гаишники бессильны что-то сделать. А мы можем увидеть на дороге запорожец или старую копейку с проблесковым маячком. Цель – показать идиотизм такого явления, как ношение мигалок и использование служебного положения как превосходство над другими людьми. В итоге 18 апреля был организован флешмоб – выехать с ведерками на Садовое кольцо. Тут же были созданы соответствующие группы и теги в ЖЖ, Фейсбук и Твиттер. Количество участников росло в геометрической прогрессии. Синие ведерки стали дефицитным товаром в детских магазинах, даже на eBay ажиотаж. Акция мгновенно пошла в народ, а это, согласитесь, говорит об актуальности данной темы. Вот только интересно, волнует ли это хоть как-то носителей настоящих мигалок? Волнует ли их вообще хоть как-то вся эта суета и борьба за правду? Но мы смотрим на вещи с оптимизмом и верим в лучшее, чего и вам желаем. Дорогие зрители, а теперь новость лично от меня. В понедельник стартует открытие «Вейк и серф» сезона на Филиппинах. «Уэйк Кэм Филиппинс 2010», куда мы и отправимся вместе с нашей съемочной группой. Оставляю вас в компании моих коллег, ведущих первого альтернативного. А мы с вами увидимся ровно через две недели. Обещаю вернуться загоревшей из кучи интересного материала. До новых встреч в эфире. Вы смотрели A1 News. С вами была эфиопская принцесса Юкля. Благодарю за предоставлены аксессуары сайт princesskivi.ru. Смотри новости и будь в теме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова